Добрый вечер. В эфире программа Влада Листьева «Час пик» в студии Дмитрий Крылов. Сегодня «Час пик» для художественного руководителя и директора Большого театра Владимира Васильева. Здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Васильев, 54 года, танцовщик, хореограф, народный артист СССР. После окончания хореографического училища поступил в Большой театр. В 88-м поссорился с Григоровичем и ушел на вольные хлеба. По натуре борец и оптимист, человек мягкий, но принципиальный. Боится однообразия, пишет стихи и считает себя современным. 18 марта этого года указом Виктора Черномырдина Владимир Васильев назначен художественным руководителем и директором Большого академического театра. Скажите, Володя, а как Вы восприняли свое назначение? Что-то могло бы помешать принять Вам это решение? Нет, ничто уже не могло помешать. Без радости особой. Но, правда, я даже не ожидал, насколько это будет тяжело. Потому что вот последние два дня я понял, какой это тяжкий груз. И этот груз теперь на моих плечах, но уже сказавши добро, уже невозможно повернуть. Но я бы и не стал сейчас сворачивать. А Вы как-то могли бы одной фразой оценить ту ситуацию, которая сложилась в Большом театре? Как-то ее охарактеризовать? Одной фразой не могу, но положение очень тяжелое. И сейчас, в общем, я прихожу в тот период, когда нужно какие-то колоссальные совершенно усилия. Но прежде всего, мне кажется, нужен собственный пример. Но я знаю, что надо делать. Вот это самое главное. Потому что за долгие годы, что я был вне стен Большого театра, я, естественно, продумал, как-то так и проанализировал. Все за и против, все теневые, стороны солнечные. Вернемся к прошлому. Ведь Большой театр, я думаю, Вы с этим согласитесь, это не собственность ни Григоровича, ни Васильева, ни Образцова, ни Коконина. Это национальное достояние, верно? Я бы даже сказал, достояние мировой культуры. Вот сейчас это достояние на грани распада. В чем причины, что так случилось? Ну, причина прежде всего в творческой неудовлетворенности очень многих людей в коллективе. Это, собственно, причина для всех театральных коллективов, мне кажется. Когда идет распад, когда идет склока, когда идет раздор, когда театр готов распаться на несколько коллективов, когда идет противопоставление друг к другу, это естественно. Вот прежде всего это творческая неудовлетворенность. А почему это возникает? Вы смотрите, история показывает, распадается МХАТ, Таганка, да? Сейчас Большой театр, сегодня уже Останкино. Почему конфликтуют творческие люди? Почему они вдруг становятся на антагонистические позиции и разбиваются на лагеря? Ну, прежде всего, все-таки, конечно, все это начинается с головы, это безусловно. Потому что программа, программа диктует все. Сейчас еще сложнее, потому что, собственно, как удержать вообще всех людей в одном коллективе? Ну, вообще, в принципе, очень просто. Надо дать каждому творчески интересную работу, ну и второй – высокую зарплату. Все. Ну, вот спустя несколько лет вы, в свое время изгнанный из театра, сейчас возвращаетесь, можно сказать, победителем. И тем не менее, вот судя по многочисленным откликам прессы, у вас есть противники. И вот я предлагаю вам сейчас выслушать мнение одного из ваших оппонентов. Пожалуйста, цитату дайте нам. От прихода Васильева ничего хорошего ждать не приходится. Как балетмейстер он совершенно беспомощен, как руководитель, впрочем, тоже, как показала его работа в ГИТИСе. Специально под него и Максимову создали кремлевский балет. Итог – сплошные неудачи. Неужели нельзя поставить в Большой театр человека, который сможет руководить коллективом без скандалов? Юрий Владимиров, народный артист, из интервью «Помсомольской правде» 14 марта 1995 года. То есть у вас есть убежденные сторонники и не менее именитые противники. Кстати, вы как собираетесь поступить с последними? Вы знаете, вот в данном случае, например, я согласен с Юрием Владимировым, потому что, в общем, а что ему ждать от меня хорошего? Конечно, ему лично ждать нечего хорошего. Это я... он прав. Не буду разочаровать. Что касается других, что касается вообще коллектива, ну, здесь, мне кажется, он очень глубоко ошибается. И я думаю, что ближайшее будущее все-таки это покажет. Скажите, простите, Влад, я вас перебиваю. Вы говорили о будущем, и вы знаете. Значит, у вас есть рецепты спасения Большого театра? Что, вы считаете, в первую очередь нужно будет сделать? Ну, в первую очередь, как всегда, это структура. Это, как всегда, назначение тех людей, которые, как мне кажется, на сегодняшний день могут повысить, прежде всего, качество. И, прежде всего, естественно, конечно, приглашение очень интересных творческих деятелей. Очень интересных художников, режиссеров, композиторов. То есть, вот это и есть суть вашей реформы, да? Нет, не только это. Но суть реформы, собственно, почему она происходит сейчас? Очень просто. Я понял за эти годы, что, собственно, институт главных только развращает. Причем не только развращает коллектив. Он, прежде всего, развращает самих главных. Творец, когда он творец, он всегда главный. Но если он единственный, он обязательно подчиняет только под собственное творчество весь огромный коллектив. А объять такой коллектив, каким является театр большой, 850 человек, одному просто не под силу, быть во себе пяде во лбу. Это невозможно. Но вы уверены, что у вас это получится? Я уверен. Если бы я не был уверен, я бы не взялся за это дело, конечно. А как вы думаете, какие черты вашего характера могут вам помешать на вашем новом поприще? Характера? Ну, у меня же есть масса недостатков. Я, кстати, сегодня подумал, один из самых главных моих недостатков, по-моему, тот, что когда я высказываю мысль устно или письменно, то уже где-то в середине фразы, вот философское начало, очевидно, которое во мне живет, не дает мне ее закончить. Почему? Потому что вступают уже аргументы против высказываемой мной мысли. Понимаете? Казалось бы, в общем, философское начало – это хорошо, но оно резкое, оно вразрез, просто-напросто идет с моим характером. И отсюда очень много недоразумений. Я пытаюсь теперь как-то совместить вот и темперамент, и вот то, что я обрисовал этим началом. Хорошо. Ну, давайте вернемся к театру. Как вы относитесь к идее акционирования Большого театра? Ну, резко отрицательно. Государственный театр не может быть акционирован. И я надеюсь, что этого не произойдет никогда. Почему? Потому что за Большим театром стоит огромнейшая история, уже многовековая. Понимаете? И люди, которые смогли бы, предположим, приватизировать Большой театр, они бы наверняка его подчинили своим собственным людям. Их было бы очень много. Они бы начали приватизировать его с чего? Вот они бы начали с выборов вот этого человека, главного, председателя, так сказать, вот этого акционерного общества. И сейчас многие заблуждаются, думают, что вот эта вот, понимаете, демократия заключается в том, что нужно выбрать, обманываться, ошибаются эти люди. Это игра в демократии. В государственном театре, в данном случае, безусловно, конечно, назначение должно быть. Обязательно оно было, есть, и оно должно быть. А ваше отношение к контрактной системе? Ну, без нее я просто не согласился. Если бы я не думал о том, что контрактная система возможна через какое-то время, я раньше думал, что она, возможно, придет гораздо быстрее. Сейчас я чуть-чуть трезво так оценил реалии сегодняшнего дня. Я понимаю, каким образом прийти к ней. И самое страшное, конечно, для всех людей, что всех и будоражит, что всех заставляет нервничать, это непонимание того, каким же образом оно произойдет. Вот привыкли жить уже, так сказать, долго-долго, десятилетиями в одном ключе, как-то вот знать. Собственно, они знали, что их ждет завтра. При контрактной системе они не понимают, как можно перейти. Но я, мне кажется, знаю. Ну, прекрасно, если вы знаете. А что будет с оперой Большого театра? Ее тоже ждет какая-то реформа? Ну, видите, для меня ведь все коллективы одинаковые абсолютно. Вот это опять такое глубокое заблуждение, понимаете, что Василий пришел на смену Григорьевича. Понимаете? И вот я, все и думают, что вот пришел, сейчас начнут сводить счеты там. Еще раз хочу подчеркнуть, я прихожу не на место главного балетмейстера. Я прихожу, поднимай выше. Я прихожу художественным руководителем Большого театра. И для меня очень важно сейчас именно сохранение всего коллектива в целом. И поднять уровни, кстати, прежде всего оперы. А вот в этой Вашей деятельности на кого Вы будете опираться? Кто будет помогать Вам проводить эти реформы? Министерство культуры или правительство, может быть? У меня сегодня был разговор. Вот днем с министром культуры Евгением Юрьевичем, который, Вы знаете, очень резко критиковал ситуацию. Был всегда за артистов, считал, что Пьеро, Мальвина и так далее, это те люди, которым надо помогать. Прежде всего. И который, конечно, всегда был против чиновников. Тем самым был против Коконина. А вот сейчас я поговорил с ним. Мы как-то нашли точки соприкосновения. Друг друга в чем-то убедили. И, причем, мне кажется, убедили настолько, что я не собираюсь конфликтовать с министерством культуры, потому что считаю это неумной позицией. И вообще конфликтовать с кем-либо, помня о том, что они тебе нанесли, какого это вред, мне кажется, просто было бы неумно. То есть, я правильно Вас понял, Коконин возвращается в театр? И если да, то в каком качестве? Коконин возвращается в театр, и, мне кажется, должно быть обязательно решение в качестве исполнительного директора. И те люди, те коллеги... А в чем смысл этой рокировки? Снять, убрать, потом снова вернуть? Был директором, возвращается директором. Он был генеральным директором. Он был самым главным человеком, от которого зависело принятие всех решений. И Владимир Михайлович устраивал абсолютно как раз вот всех, мне кажется, главных до тех пор, пока он не понял, что вместе с театром все-таки он спускается вниз. И дальше пропасть. Здесь он похватился и решил упразднить институт главных. И вот отсюда начался весь сервер. А скажите, каким образом Вы собираетесь решать финансовые проблемы? Она вообще существует для театра? Конечно, как для каждого театра. А для Большого театра тем более. Все-таки это 2200 сотрудников. Но решение этой финансовой проблемы у Вас есть? Вы знаете, да? У меня есть пути к решению этой проблемы. Но эти пути еще надо провести в жизнь. Но они есть. Это не один путь. Здесь одним путем, как мне кажется, не выберешься. У меня есть просто наметки. Понимаете? Хорошо. Ну, давайте сейчас тогда от денежной проблемы вернемся к творчеству. И дайте нам, пожалуйста, фрагмент. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я не верю в людей, которые могут сделать одновременно, быть, скажем, замечательными исполнителями и руководителями. Но что касается хореографии, тоже не стану сейчас говорить, потому что каждый художник мечтает всегда, что впереди у него будет что-то значительное, гораздо более значительное, гораздо более интересное, нежели то, что он сделал до этого. Ну, вот принято считать, что балет – это искусство молодых. А где проходит вот эта возрастная граница? Как вы ее определяете? Где критерии? И кто судит, когда человеку пора уходить со сцены? Раньше мне всегда казалось, что, да, собственно, классический балет, сами движения, сама физика, она наталкивает в прямую на мысль о том, что балет – это искусство молодых. Но, как показала уже практика, во-первых, этот возрастной ценз, он постоянно растет, он увеличивается, понимаете, то, что раньше казалось нам неприемлемо, в 50 лет танцевать было невозможно, то сейчас, оказывается, можно танцевать и в 65, и действительно другой вопрос в другом. Что танцевать? Какие роли? Скажем, ну что, Анюту? Ну, конечно, ее можно. Ее можно и сейчас, можно еще и, наверное, через 5 лет, я не знаю, вот, Петра Леонидовича, понимаете? И, очевидно, с каждым годом это все можно еще лучше делать, понимаете? Танцевать, например, «Спартака», ну, вы меня убейте, вы меня сейчас даете сколько угодно, я не пойду, потому что я не смогу, я не смогу соответствовать ни этому образу, ни вообще даже своему представлению о самом себе, понимаете? Так что вот это очень важно понимать. Вот когда будет контрактная система, тогда вообще это отпадет сам собой, вопрос. Ну, вот скажите мне вот к этой теме как раз. В любом виду театра, мне кажется, существует проблема отцов и детей. То есть молодые всегда, талантливые молодые, приходящие, они считают, что их затирают старики, не дают им выразиться на сцене, а старики считают, что их рано выталкивают, выживают из театра, что их творческий потенциал еще не исчерпан. Как вот вы с этой проблемой будете справляться в театре? Значит, скажу так, для пожилых уже людей, прошедших уже какой-то большой творческий путь, гораздо большей степени, мне кажется, это я знаю на своем опыте, важно разнообразие ролей, важно с годами выходить из своих штампов. То есть для этого нужны просто разные художники, даже экспериментальные работы, даже то, что они никогда не делали. Мы привыкли к тому, что это лирические герои. Вот с годами он вдруг, понимаете, нам показывает, что он может быть замечательным характерным актером. Понимаете? А быстро актеры гаснут, когда они играют одно и то же. Понимаете? И поэтому, мне кажется, в данном случае я буду вот занимать не только молодежь, потому что, ну, скажем, приходит совершенно неопытный балетмейстер какой-нибудь. Понимаете? Я верю в него, я его знаю. Кроме меня никто не знает. Я ему не дам сразу, естественно, ставить на самых хороших, на самом хорошем материале. Попробуйте, докажите. Вот у нас есть неохваченные, скажем, большими спектаклями 15-20 человек, попробуйте на них. Но должны все работать. Ну вот скажите, а какие вы новые постановки планируете? И что вы собираетесь оставить из старого, скажем так, наследия Большого театра? Это вопрос серьезный, и я его не могу просто сам даже решить, и не хотел бы его сам решить. Но, безусловно, вообще развитие должно быть по нескольким путям. Вот сохранение текучего репертуара, то, что опять, то, что, естественно, я считаю лучшим в репертуаре на сегодняшний день Большого театра. Дальше, значит, желательно, конечно, один или два спектакля, один даже спектакль, если мы в год будем восстанавливать из ушедшего репертуара, это будет замечательно, классического репертуара. Естественно, совершенно должны быть новые постановки, как больших балетов, так и камерных. Ну и, естественно, дальше необходимость, необходимость постоянной экспериментальной работы. А балеты Григоровича останутся? А мы их просто не можем. А что мы будем делать, если мы сейчас вообще их уберем из репертуара? У нас весь репертуар – это балеты Григоровича. Это фестиваль, который проходит на протяжении 30 лет. Это вы говорите со знаком минус? Я говорю, это со знаком минус, да. Я говорю, это со знаком минус для театра. Понимаете, мне кажется, что как раз люди, которые не охвачены были творчеством Юрия Николаевича, во многом проиграли. Вот несколько поколений артистов практически прошло мимо своих ролей, они повторяли. Я это говорю с полной ответственностью, потому что моя золотая эпоха совпала с эпохой Юрия Николаевича. Безусловно, конечно. Безусловно, конечно. Скажите, а ваше отношение к старым театральным традициям? И вообще, в какой мере они сохраняются в Большом театре, на ваш взгляд? Традиции, если они принять их за основу такую музейную, они вредят страшно совершенно. То есть, сохранение консервативное, так скажем. Вот законсервировали, вот только так, и все. Умрет опера, умрет балет. Очень быстро. Потому что мы живые люди, актеры. Мы видоизменяем каждый раз наши роли. Мы придаем совершенно новое звучание. Но, безусловно, традиции должны жить. И они должны, естественно, всегда... Не должна прерываться весь времен. Вот и все. Вы часто бываете за границей. Как сейчас относятся к нашему балету там? По-разному относятся. Люди, которые знали балет раньше, у них, естественно, ностальгия. Вполне закономерная. Но это у всех. И со временем у нас будет ностальгия по вот этому времени. Поэтому я бы очень хотел здесь как-то быть осторожным. Всех людей, которые сейчас будут критиковать сразу все, что было. Подождем. Подождем. В последнее время очень много, конечно, появилось критических статей. Они сюда не доходят. Но у меня просто целая кипа их есть. Уничтожающих. Из-за этого, конечно, уровень... Ну, не только балета, конечно, и... Ну, вот по поводу зрителей. Сейчас мы подошли. Пожалуйста, звонки в студию. Итак, первый звонок. Пожалуйста. Вопрос будет такой. Имею в виду, что творческие коллективы и творческие люди в Большом театре настолько разложились, что не лучше ли просто закрыть театр на какое-то время, а потом заново набрать целую труппу и заключить контракт, и таким образом выйти из положения? Отвечаю. Легче, но не лучше. Я опять говорю, нельзя прервать связь времен. Накопленный десятилетиями уже репертуар, если мы сейчас прервем на время, мы потеряем все. Поэтому здесь нужно очень бережно, очень так разумно, мне кажется, отнестись к тому, что мы имеем. Безусловно, надо сохранить это лучшее. И так с плеча, конечно, легко. Мне было бы легче, естественно, начать с нуля. А почему нет? Взял бы тех людей, которые мне дороги, которых я вижу, в которых я уверен, с которыми мне не надо конфликтовать, не надо их убеждать. Вот, они придут, у них будет контракт и все. Но это не для Большого театра. Не для Большого театра. Спасибо. У нас есть еще звонки? Существует ли детская балетная школа при Большом театре? Не понял. Будет ли балетная школа при Большом театре? А, очень хороший вопрос. Я считаю, что вообще то, что упало все-таки исполнительское качество, артистическое, вот так скажем, не исполнительское, артистическое качество, во многом виноват отрыв Академии хореографического искусства от Большого театра. Когда мы жили рядом, когда мы были при Большом театре, мы были, я говорю о себе, с детских лет, мы были, ну, два раза в неделю, мы были в спектаклях Большого. Поэтому мы знали весь репертуар. Мы знали всех актеров и артисты разных поколений знали нас. Нам было легко входить в эту атмосферу. И мы ее не нарушали. Мы продляли жизнь лучшим образцам. И вот сейчас мне очень хочется опять все-таки каким-то образом опять вернуть вот даже тех людей, которые преподают в Большом, чтобы они и там, и там были. И наоборот, может быть, те, кто преподает в училище, чтобы они там были. Но главное, студенты, учащиеся, должны постоянно знать. И не только знать, а видеть, наблюдать, слышать. Это касается, кстати, ведь школы и ЦМШ, и консерватории, я не знаю, все вместе. Потому что все это, я сейчас, то, что я говорю, это я не говорю не только по поводу балета. Я понимаю, да. Спасибо. У нас есть еще звонок? Я хотела бы задать вопрос Владимиру Васильеву. Можно ли в ближайшее время будет где-то посмотреть спектакль новый? Он открытся. Где они предполагаются, на какой сцене? Потому что очень хотелось бы этот спектакль увидеть. Предполагается, но это нужно с этим вопросом. Я попрошу Вас обратиться в новую оперу к дирекции. И спектакль этот поставлен их силами. И да, то этот спектакль обязательно будет идти. И мне кажется, что у него еще впереди довольно большое будущее должно быть. Спасибо. Ну и у меня уже к Вам последний вопрос. Скажите, Владимир, Вы верите в судьбу? В судьбу личную и в судьбу Вашего театра? В судьбу театра верю. А свою судьбу верю, но не знаю, какова она будет. Разные повороты могут быть. И не могу загадывать. Могу надеяться. Ну что же, я благодарю Вас за эти ответы. Сегодня час пик был для Владимира Васильева. А завтра в студии будет, наверное, один из самых известных адвокатов Андрей Макаров. Ведущий Константин Эрнст. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»